Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 18-ю главу этой книги, в которой содержится несколько очень интересных тем. И мы читаем с 1-го стиха. «И явился ему, то есть Аврааму, Господь, у Дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». А о чем это? «Господь явился, Авраам сидел во время зноя дневного». Это о чем? Зачем нам эти детали, что он сидел во время зноя дневного? Надо вспомнить предшествующее событие. Он был обрезан. После обрезания на третий день человеку становится особенно тяжело. Он не может стоять, он сидит. А во время зноя дневного боль всегда обостряется и усиливается. Значит, Господь явился для чего? Чтобы навестить больного. И в еврейском народе с древних времен, с библейских времен были три добродетели, которые можно было делать даже в субботу. Это хоронить мертвых, заниматься сватовством и навещать больных. Итак, Господь является Аврааму, и Авраам сидит. Он болен. Но есть и другая причина, почему Авраам сидит. Он сидит вне шатра. Он же мог сидеть и в шатре. Авраам был очень гостеприимный человек. И у него был величайший добродетель, страноприимство. Авраам часто специально садился на улицы, чтобы не пропустить какого-то путника. И зной дневной не мешал ему. Он хотел именно в это время, сложный в пустыне, укрыть человека, проходящего мимо в своем шатре. Авраам это делает, несмотря на то, что недавно был совершен над ним обряд Бритмила, то есть завет обрезания. Ему является Господь. Он возвел очи свои и взглянул. Сначала явление как бы Господа с высоты. Видение пропадает. Авраам провожает это видение очами. Он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Но подождите, стоят против него – это одно. А возвел очи – это смотрел на небо. Значит, он как бы провожает это явление, навестившего его. Глаза опускаются. И здесь явление уже продолжается в виде трех ангелов, которые символизируют собой Святую Троицу, являются иконой Святой Троицы, которая является ему. А почему их три? Один ангел пришел для того, чтобы сказать ему, что в следующем году у него будет сын. Другой ангел пришел для того, чтобы уничтожить Содом и Гоморру. Другой ангел пришел для того, чтобы вывести семейство Лота. Но все вместе, несмотря на свои поручения, которые они будут выполнять, они символизируют собой Троицу. То есть божественную любовь, которая особенно проявляется по отношению к страждущим, больным людям. Авраам в этот момент находился в таком состоянии. А почему Святая Троица – это божественная любовь? Я об этом часто говорю. Христиане не верят в одиночество Бога, так, как в одиночество Бога веруют мусульмане или иудеи. Мы считаем, что если Бог милостивый и милосердный, если Бог есть любовь, как сказано в Библии, сейчас нам легко ответить, по отношению к кому Он милостивый и милосердный, по отношению к кому Он любовь, по отношению к творению. А Бог неизменяем. А до сотворения мира, милостивый и милосердный, по отношению к кому, до сотворения мира, любовь, по отношению к кому? К себе. Тогда Бог – источник эгоизма и себялюбия. И вот христианское учение Святой Троицы – это решение этого сложного вопроса. Это любовь, обращенная к ипостасям. Бог Отец предвечно любит Бога Сына, Бог Сын предвечно любит Бога Отца, и как Бог Отец имеет жизнь саму в себе ипостась, и Сын имеет жизнь саму в себе ипостась, и любовь обоих есть ипостась Духа Святаго. Апостол Павел так и пишет. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Значит, очень важное проявление любви в ее высшем значении – это навещать больных, пожилых, инвалидов. Для этого Господь и дает таких людей нам, для этого Господь попускает нам, что мы обнаруживаем таких людей в своей жизни, чтобы мы заботились о них. Он, то есть Абрам, возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него, увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Ему было тяжело сидеть даже после обрезания. Он пожилой человек. Самое неудачное время дня в пустыне, зной дневной, он бежит. Он этот день будет бегать, потому что для него исполнение заповеди о гостеприимстве – это не пустой звук. Побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал – «Владыка!» А здесь три единства. Приветствуя трех, он обращается к ним, как к одному. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И Таргуман Келлоса также передает слова Абраама, «Владыка мой, окажи милость, не проходи мимо меня, раба твоего». Приветствую трех, он собеседует с одним, можно по-разному относиться к христианскому учению, а троица, но здесь явно присутствует три единства. «И принесу немного воды, и омою ноги ваши». Вот здесь уже он переходит на множественное число, потому что он исполняет закон гостеприимства. «И отдохнете под всем деревом». Он же выполняет эту заповедь, несмотря на болезнь от обрезания, несмотря на дневной зной, несмотря на старость. Это пожилой человек, 99 лет. «И отдохните под всем деревом, а я принесу хлеба». А там будет не только хлеб, там будет много всего. Там будут тельцы упитанные. Почему он говорит «я принесу хлеба»? Потому что праведные говорят о немногом, но делают много. И напротив праведных, нечестивые, обещают много, но почти ничего не делают. «А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите так, как вы идете мимо раба вашего». Они сказали «сделай так, как говоришь». А почему так говорят ангелы? Они потом будут есть. Разве ангелам нужна пища? Ангелы научают нас в той или иной местности поступать по обычаям этой местности. Для миссионеров это имеет огромное значение. Это правило. Ибо миссионер должен быть для иудеев, как иудеи, для эллинов, как эллин, для чуждых закона, как чужд закона, сам не чужд закона пред Христом. «И поспешил Авраам», опять бежит, «в шатер к саре и сказал поскорее, замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Почему пресные хлебы? А их очень быстро можно сделать. Есть другое объяснение, что это было время еврейской Пасхи. Есть же христиане до Христа, которые веровали в Христа еще до его рождения. А Абрам, пророк, он предполагал, точнее, Господь ему открыл, что в это время у его потомков будет исход из Египта, и они будут печь о пресноке. «И побежал Авраам», опять он бежит, может быть, немножко в раскорячку, это было очень тяжело ему, но он это делает, «И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного, он же только обещал хлеб дать, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его». Считается, что вот этот отрок это его сын Измаил, Ишмаэль, которого он обучал закону гостеприимства и закону правильного забоя скота, потому что закон, запрещающий вкушать в пищу кровь, уже существовал с времен Ноя. «И взял масло и молока, и теленка приготовленного и поставил перед ними молочное мясное, а сам стоял подле них, под деревом, и они ели». Вот у современных евреев, например, не разрешается вкушать вместе молочное и мясное на основании заповеди, что нельзя варить козленка в молоке его матери. Но это запрет против цинизма действительно жестоко варить козленка в молоке его матери, когда само это молоко предназначалось для этого козленка. А они из этого вывели, что нельзя вместе молочное и мясное, а здесь, мы видим, он поставил все это вместе перед ними. «Правда, иудеи, люди умные, они говорят, но они ели это с промежутками длительными, там, некоторое время должно пройти, когда можно вкушать после одного другое. Но это одна тяжка. Ангелы едят, научая нас в той или иной местности вести себя по законам этой местности. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он ответил, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его, то есть сзади Авраама. Жена должна быть сзади мужа. Вот посмотрите, когда по Москве идут мусульмане, мужчина и полтора метра за его спиной идет женщина. Они научаются от Сары, как она действует по отношению к Аврааму. говорит один ангел, который послан возвестить ему радостную весть. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. То есть кровь перестала, менструация проявляться, она не способна зачать ребенка. Сара внутренно рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение и господин мой стар. Ведь она мужа называла господином даже про себя в сердце. Сара внутренне рассмеялась, но о том, что в человеке знает не только дух человеческий, но и дух Божий. И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара? А почему Господь не спрашивает у Сары? Потому что у нее есть муж, и надо с мужа спрашивать о жене. Отчего это Сара рассмеялась, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Бог умолчал деталь. Сара говорила не так. Мне ли, когда я состарилась, иметь все утешение? И она еще дальше о чем думает? И господин мой стар, вот эти слова, и господин мой стар, Бог опускает. и сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Все. Чему нас научает Бог? Не надо быть переносчиком сплетен между мужем и женой, потому что эти слова и господин мой стар могли оскорбить Авраама. И Бог научает нас правильным взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. И далее, если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, он не говорит, мы, этот ангел Господен послан для другой цели, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году и у Сары будет сын. Видите, братья и сестры, сколько уроков величайших духовных предлагается нам. Сара же не призналась, что она это все помыслила и сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. и встали те мужи оттуда отправились к Содому, Авраам же пошел с ними проводить их. Это прецедент, гостей надо провожать. На Руси было принято, то, что не съели за столом, в такие котомбочки укладывали для гостей и им дарили. То есть двое отделяются и идут к Содому. Один остается с Авраамом. 17 стих. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. То есть Авраам существует не только для своего народа, но и для всех народов земли. А теперь очень важный текст, о котором я говорил. Здесь показывается, почему Бог избрал именно Авраама. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господнем, творя правду и суд и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Бог избрал этого великого человека с одной целью, чтобы он создал религиозную семью. Это очень важно. Это исполнение воли Бога. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. 20-й стих «И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». Что такое вопль Содомский и Гоморский? На самом деле экзегеты по-разному высказываются об этом вопли. Одни говорят, вопль Содомский это вопль жертв жителей Содома и Гоморры, которые насиловали мужчин, мальчиков, отроков. Но есть и другое объяснение, оно очень страшное. вопль Содомский и Гоморский это когда эти насильники орали, вопили в восторге такого своего состояния, как бы торжествуя над праведностью своим беззаконием. И в Библии дается характеристика садомлянам не стыдятся, о грехах своих говорят, открыто. Они вопили о том, что они совершают подобные бесстыдные деяния. Возможно, было и то, и другое. Поэтому вот эти слова вопли Содомский, они могут как бы иметь двойственный смысл. Но далее говорится что-то не очень понятное. Бог говорит говорит, «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Как такое может быть? Неужели Богу для того, чтобы что-то узнать, ему надо сойти, посмотреть и убедиться? Давайте посмотрим, какие комментарии нам дают отцы. Ефрем Сирин, его толкование на книгу Бытия пишет, «Господь это сказал не потому, что не знал их грехов. Он еще ранее сказал, грех их тяжел он весьма. Но он хотел этим показать пример судьям, чтобы они не произносили приговора, прежде чем рассмотрят дело вполне. Если знающий все, то есть Бог представил себя как бы не знающим, чтобы не определить наказание прежде суда, то насколько более судьи должны сознаваться в своем незнании и не изрекать приговора прежде исследования дела. А вот что пишет святитель Азлатоуст его гомилии на книгу Бытия по той же теме. «Вразумляя весь род человеческий, что даже если чьи-либо грехи весьма велики и известны, не следует произносить над ними приговора до того, как представятся очевидные доказательства». Господь говорит, «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». Что это за размышления в словах? «Сойду», говорит, «посмотрю». Неужели Бог всего переходит с места на место? Нет, да не будет. Не то Он выражает, но, как я уже часто говорил, чувственным образом выражение Он хочет нас вразумить, что нам следует иметь великую осторожность и согрешивших не осуждать только по слуху, то есть по сплетне, не произносить приговора без доказательств, да услышим это все. Ведь не одни только заседающие в суде обязаны соблюдать этот закон, но и каждый из нас никогда не должен по одному пустому навету осуждать ближнего». Вот здесь мы видим, как строго отцы относятся к тем легковерным, которые доверяют всякому слуху. всякой сплетни. И сам Бог своими действиями, словами научает нас поступать разумно, не принимать на слух никакого обвинения. На Востоке считалось, что обвинение в сексуальных преступлениях наиболее распространенное обвинение. В советское время КГБ использовали слухи для дискредитации священнослужителей, особенно высших иерархов церкви, распространяете слухи. Поэтому христианин не имеет права принимать свидетельства на другого христианина от внешних, от чужих для нас людей. Да, если кто-то из наших позволит себе что-то такое говорить, мы должны вспоминать вот это наставление Ефрема Сирина и святителя Иоанна Златоуста, как надо вести себя в такой ситуации. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа. В Содом пошли двое. Один, через которого Господь собеседует с Авраамом, остался с ним. И подошел Авраам подойти к голосу невозможного, приближается к этому ангелу, через которого Бог собеседует с ним. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестью? Вот есть ошибочная точка зрения, что Авраам хлопочет за племянника Лота. Только нет. Бог его уже сделал отцом множество народов. И хамиты теперь, и садомляне для него не чужие. Он будет хлопотать за всех. И святые отцы именно так понимают действия Авраама. Вот прямая цитата Златоуста о том, что Авраам хлопотал не только за племянника своего Лота, но вообще за жителей Содома, за этих ужасных людей. Это гамилия святителя Иоанна Златоуста на книгу Бытия. Он пишет, кто по достоинству восхвалит Бога за такое долготерпение и снисхождение, или кто по справедливости ублажит праведника, получившего такое дерзновение. Авраам продолжал говорить с ним, то есть с Богом и сказал, может быть найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. Потом, как бы страшась далее испытывать неизреченное долготерпение Божие и опасаясь, чтобы не показаться уже приступающим границы и не зайти со своим ходатайством далее надлежащего, говорит, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть найдется там 30. Так как он видел, что Бог преклоняется к милосердию, то уже не понемногу стал уменьшать и убавив еще число праведных не на 5, а на 10, продолжает таким образом свое ходатайство и говорит, может быть найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Смотри, какая настойчивость в праведнике. Он так усердно заботится о том, чтобы избавить народ содомский от угрожающей ему казни. как будто сам должен был подвергнуться такому же осуждению. Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20, он сказал, не стеблю ради 20. Выше всякого слова и всякого ума такая благость Господа. разве кто из нас живущих среди бесчисленных зол, произнося суд над подобными себе людьми, показал бы такое снисхождение и человеколюбие. Конец цитаты. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Действительно, не стоит город без святого и село без праведного. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел, может быть до 50 праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город, он, то есть Господь сказал, не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть найдется там сорок, он, то есть Господь сказал, не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, Авраам ведет себя очень по-восточному, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть найдется там тридцать, он, то есть Господь сказал, не сделаю, если найдется там тридцать. Вот чем занимается Авраам? Авраам ищет в Содоме и Гаморе праведных. Однажды был случай, я вел передачу на радио Радонеж, вдруг звонит один мужчина и говорит, вот один монастырь есть такой, не так далеко от нас, там вот я обнаружил, нашел Содомита и надо что-то делать с этим монастырем, это безобразие. Я ему привожу этот пример и говорю, посмотрите, насколько ваши действия отличаются от действий Авраама. Авраам в Содоме и Гаморе ищет праведных, а вы в православном монастыре ищите какого-то Содомита. Это разные, разные совершенно люди. Авраам и человек, который действует совсем иначе. Авраам ищет в Содоме и Гаморе праведных. Он хочет, чтобы там были праведные. Он не хочет, чтобы погибли грешники. В Библии прямо сказано, Бог не хочет смерти грешных. В Библии прямо сказано, Бог не хочет смерти умирающих. В Библии прямо сказано, Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Что происходит далее авраам сказал вот я решился говорить владыке может быть найдется там 20 он то есть господь сказал не стеблю ради 20 авраам сказал да не прогневается владыка что я скажу еще однажды то есть последний раз может быть найдется там 10 он господь сказал не стеблю ради 10 почему авраам считает что на этом надо ставиться потому что авраам знает что во время потопа спаслось в ковчеге только 8 дух этого количества меньше десяти уже недостаточно для того чтобы та или иная местность она вообще провалилась бы под землю поэтому если города стоят если весе стоят по-прежнему нависает над атлантикой огромный нью-йорк другие города существуют в мире это только потому что там есть праведные и святые и этот мир в котором мы с вами живем братья и сестры он прекратится тогда когда полк святых оскудеет а то что полк святых оскудеет сам христос говорит сын человеческий придя на землю обрящет ли найдет ли веру на земле вот почему нам дорог каждый праведный каждый святой человек что происходит далее господь сказал не истреблю ради 10 и пошел господь перестав говорить с авраама авраам же возвратился свое место и так два ангела идут к содому и гаморе чтобы уничтожить эти города один идет для уничтожения другой для того чтобы вывести лота его семейства но мы знаем что два ангела выводили семейство лота почему потому что тот который был послан для уничтожения содома и гаморы он не мог начать свое дело пока семейство лота не покинет садом но об этом следующий раз если будем живы господь позволит спасибо за просмотр и участвовать в общем-то все еще и еще одна амория да